И о другой финансовой помощи, от Международного валютного фонда. Похоже, МВФ определился с выделением транша для Киева. Со всеми подробностями из Вашингтона Дмитрия Нопченко. После недавнего визита в Вашингтон министр финансов страны, а он, напомню, по итогам переговоров с фондом, заявил, что решение о транше для Украины будет принято в 20-х числах марта. Все ждали официальной информации МВФ, официального подтверждения. И оно появилось буквально несколько часов назад. Представитель фонда Герри Райс на брифинге в штаб-квартире МВФ сообщил, совет директоров рассмотрит украинский вопрос 20-го числа. Неофициально фонде говорят, что это на 99% подтверждает позитивное решение по выделению транша. Ведь тут в последние годы сложилась практика. Выносить на совет директоров только те решения, которые ни у кого не вызывают сомнений. И требуют лишь формального утверждения. Если бы по Украине были вопросы, рассмотрение просто перенесли бы. Что показательно, Райс особо подчеркнул, что фонд намерен очень серьезно проверять, каким образом будут использоваться эти деньги. И что контроль будет очень жестким. МВФ сейчас ужесточил требования к тому, как используются деньги фонда. И мы очень внимательно это отслеживаем. К тому же опыт такого контроля мы нарабатывали 70 лет. На брифингах фонде принято интересоваться исключительно экономикой. Но в этот раз, когда затронули украинскую тему, прозвучал неожиданный вопрос с пропагандистским подтекстом от российского журналиста. Мол, слышал, что в американской церкви собирают секонд-хенд для отправки в Киев. И значит ли это, что в стране все настолько плохо, в частности из-за тарифов. В зале оживились. Ответ фонда был сдержанным. Мол, там прекрасно понимают, насколько сложно людям. Но те реформы, которые проводятся сейчас в Украине, и которые являются условием для выделения очередных траншей, в первую очередь нужны самой стране, ее экономике. Об угрозах ни слова. По крайней мере, ни в этом ответе, ни на этом брифинге. Ну и в принципе, в фонде принято считать, что сам только факт выделения очередного транша, к этому все идет, является свидетельством того, что экономика страны стабильна. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.